Продолжение следует... Давайте по традиции уже поздороваемся, проверим, есть ли вообще сейчас звук, слышите ли вы меня, видите ли мой экран. Поставьте плюсики в чате, который находится под плеером, и мне будет достаточно нескольких плюсиков от вас, чтобы это понять. Итак, жду. Ага. Видно, слышно, судя по всему, Ирина Агапова уже мне... ее плюсик уже виден. Есть некоторая задержка, поэтому, может, немножко несинхронно, быть бы, не удивляйтесь. Ну что ж, окей. Давайте приступим, друзья, потому что новостей действительно накопилось много, и, ну, наверное, скажу несколько так... предвкушая вас вопрос, ваш вопрос о том, а почему у нас была такая большая задержка в проведении новостных конференций. Ну, по правде сказать, каких-то веских причин для этого нету. Работа у нас с вами ведется постоянно, вы это можете наблюдать в наших официальных группах, в новостях. Вот. Но единственное, что всегда хочется для того, чтобы проводить какие-то такие... собирать вас на новостные вебинары, хочется, чтобы новостей было как можно больше, и важность их была, ну, соответственно, не менее весомая, да, поэтому хочется из наших новостных конференций делать действительно такие большие события. Вот. Ну, почитали мы, что до сегодняшнего дня таких, ну, веских причин пока не было, но в итоге они накопились, поэтому уже никуда не деться, да, два месяца прошло, и, конечно же, мы не можем больше ждать, поэтому вот она, наша первая, далеко не последняя в этом году новостная конференция, поэтому сразу же вперед и, в общем-то, поехали побыстрее. Будем сейчас все новости, которые у нас накопились, вспоминать, и начнем мы, конечно же, с самого главного. Это с нашей деятельностью с вами, это благотворительность, это фандрайзинг, то для чего мы вообще все это затеяли, чем мы с вами занимаемся. Мы с вами занимаемся привлечением средств на благотворительные цели, и с помощью этого мы знаем, как можно еще и зарабатывать, причем не за счет этих денег, да. Вот такая интересная концепция в партнерском фандрайзинге присутствует, все довольны и все счастливы. Смотрите, давайте поговорим о том, какие новости у нас с вами произошли, и что касается благотворительного фонда, то за вот эти вот два с половиной месяца, которые прошли с начала года, в благотворительном фонде действительно много новостей. Ну, какие могут быть новости, да, конечно же, это появление новых детей, которым нужна помощь, и дети, которым эту помощь мы уже с вами совместными усилиями оказали, врачи провели необходимые операции, ну, или, может быть, что-то еще, если было нужно, да, давайте это как раз и обсудим. Не знаю, следите ли вы за сайтом благотворительного фонда, но, по крайней мере, мы стараемся публиковать все эти новости, может быть, не всегда оперативно успеваем, но, опять же, стараемся делать это всегда своевременно. Смотрите, друзья, в общем, несколько детей, по-моему, целых пять человек с начала года появилось. Это Виталий Каличенок, 6 лет. Это... я сейчас перечислю этих детей, и потом кое-что общее мы у них выделим. Это Настя Горячева, 6 лет. Это Ярослав Елизаров, 4-летний мальчик. Это... так... так-так-так... Наверное, все-таки... Демид Королев, следственно, 5-летний ребенок. Вот эти вот 4 ребенка нуждаются в помощи, и если почитать внимательно о том, что именно требуется, то, смотрите... Так, что у нас? Ну, вот, например, можно посмотреть новости. Нужен комплект ортезов на голеностопные коленные суставы. Стоимость, ну, конечно, не маленькая, но и не такая критичная. Да, 67 тысяч рублей. Здесь тоже комплект ортезов нужен, девочки. Здесь у нас... Ношение специальных тутор. Ну, где-то тоже близко это вот такие устройства для... Я даже не буду сейчас вдаваться в профессиональные термины, но, соответственно, тоже есть нечто общее с ортезами. И здесь тоже ортеза. То есть, смотрите, друзья, это означает, что вот эта вот серия детей, которая сейчас появилась, она объединена, ну, некоторыми общими проблематиками, диагнозами, да, и я так понимаю, что это связано именно с неким новым направлением, которое сейчас благотворительный фонд взял под развитие, и дети подопечные появляются сейчас вот именно с такими диагнозами. Ну, с моей точки зрения, то есть, нету никакой разницы, кому именно помогать. Вот. С другой стороны, я всегда, конечно же, мне всегда приятнее помочь как можно большему количеству детей, потому что... Ну, то есть, я оцениваю эту тенденцию положительно, да, то есть, можно, конечно, взять одного ребенка, которому требуется просто умопомрачительная сумма, и собирать ее там несколько месяцев, да, можно за эти несколько месяцев собрать много сумм намного меньше и помочь десятку другому детей, да. То есть, вроде бы, то и другое дело очень хорошо, и сравнивать, наверное, это очень неправильно было бы. Вот. Но то направление, в которое сейчас пошел благотворительный фонд, это хорошо, да. То есть, чем большему количеству детей мы с вами будем помогать, пусть и суммы здесь будут меньше, и, соответственно, дети с такими диагнозами, ну, они, диагнозы, как вы понимаете, не такие уж критичные, то есть, у кого-то опорно-двигательный аппарат страдает, у кого-то что-то еще. Вот. Ну, как правило, положительные абсолютно результаты операции, и ребенок приобретает полноценные функции может дальше уже жить практически полноценной жизнью. Я, конечно, не говорю там о тяжелых заболеваниях. Вот. А если мы говорим про онкологию, ну, наверное, не мне вам рассказывать, что бывает при онкологии, да, и то, что успешная на сегодняшний день операция, ну, как правило, даже и не гарантирует пока что вот в современной медицине долгосрочного успеха, да, вот, к сожалению, это так. Ну, это мое личное мнение. Давайте не будем это принимать за какую-то вот истину в первых инстанциях. Вот я просто делюсь тем, что я сейчас вижу, да, что происходит. И это очень хорошо, что это происходит. Соответственно, вот этим детям, которые четыре человека вот сейчас новенькие, это, конечно, неполный список детей, которым нужна помощь, они находятся на сайте благотворительного фонда. Можно всегда зайти с главной страницы, посмотреть, кликнуть на карточку любого ребенка, зайти сюда и оказать помощь, ну, просто даже напрямую. Вот все эти прямые пожертвования, они у нас здесь отражаются. Лично я всегда их делаю. У меня есть такое неписанное правило, и вам рекомендую его придерживаться, как только появляется новый ребенок на сайте фонда. Вы просто зайдите и сделаете пожертвование на ту сумму, которую вы можете себе позволить. Это может быть, там, 10 рублей, 100 рублей, 200 рублей, ну, сколько угодно абсолютно. Чем больше нас с вами будет это делать, тем еще эффективнее будет наша с вами деятельность. Ну, а главная страница фонда, я вам напомню, вот здесь детей много, соответственно, можно смотреть и любому помогать. Как только помимо прямых пожертвований на фонде собирается какая-то сумма, достаточная для того, чтобы оказать помощь тому или иному ребенку, соответственно, фонд делает перечисление средств в его пользу, и денежные средства числятся как собранные. Ну, вот, например, как у Элины Горбачевой, да, сбор остановлен, это, соответственно, не значит, что там что-то плохое случилось, это значит, что средства собраны. Ну, бывает, сбор остановлен еще каким-то другим причинам, вот, поэтому это общая формулировка. В данном случае я как раз и хотел вам сказать еще о двух детях, для которых средства были собраны, и вот, смотрите, 30 января у нас была проведена, ну, не знаю, правильно сказать, операция, да, артезирование. Ну, наверное, все-таки можно сказать, что это некоторая операция, да. И Георгий Шевелев, 6 лет, Тверская область. На сумму 220 тысяч рублей средства были собраны, вот мы видим, да, то есть были какие-то пожертвования прямые, и потом 214 тысяч 250 рублей поступило со счета уже непосредственно от благотворительного фонда. Это как раз и есть те самые средства, которые поступают в фонд в большинстве своем от нашей с вами деятельности, от фондрайзинга, то есть от программы «Всем миром». И второй ребенок – это Элина Горбачева. Ну, не прошло и месяц, вот 28 февраля пришла помощь к Элине, и в виде экспресс-артизирования она была оказана. Так, меня вот Алексей поправляет, Шевелев, ну, окей, пусть будет Шевелев. Я думаю, что это не сильно принципиально, но тем не менее, да, спасибо, Алексей. Вот такие интересные события. Я считаю, что достаточно эффективно мы с вами начали год, помогли уже двум детям, и не за горами помощь, которая придет ко всем остальным. Детям, которые я вот, наверное, сейчас озвучил. Там и суммы поменьше, чем у Элины и у Георгия. Ну, и вслед за ними, конечно же, будут появляться у нас и новые дети. И, ну, это процесс бесконечный, оттого он, конечно же, не становится менее увлекательным. Помогать это всегда очень хорошо и приносит только положительные эмоции. Ну, а мы с вами движемся дальше. И так, я посмотрю, все хорошо в чате. Значит, давайте вспомним, что мы с вами делали в начале самого года. Быстренько буквально пробежимся. Это, конечно, уже далеко не новая информация, но я хочу вам напомнить то, что перед самым Новым годом у нас завершилась очень такая масштабная акция, промо-акция, которой мы занимались. Если она принесла свои плоды, называлась она операция реанимация, мы разыгрывали много-много айфонов, 7 новых, которые вы могли получить, выполнив вот это вот простое условие. То есть за 50 дней до Нового года, как раз там отсчет начался с 11 ноября, с дня рождения нашего проекта, в день пятилетия он был запущен. Нужно было обеспечить 50 оказаний финансовой помощи, которые должны были быть выполнены лично приглашенными вами партнерами. И в таком случае вы получали смартфон Apple iPhone 7 на 128 гигабайт. У нас несколько участников были близки к этому, но выполнять удалось только одному. Это Минкина Кристина, Россия, город Москва. И ее результат, ну вот тетелька в тетельку, как бы, видимо, Кристина именно к нему и шла. 51 благотворитель за 50 дней был достигнут, и Кристина у нас получила iPhone 7. В общем-то, мы об этом делали публикацию. Все уже аппарат, соответственно, у Кристины, она им пользуется, и благодарность свою, соответственно, тоже там написала. Ну, вот такая акция у нас была. Я думаю, что она не последняя. Мы посмотрим по возможности и, вероятно, сделаем какие-то акции еще. Вот, но это был наш первый опыт такой вот, ну, такого очень крупного приза. Я, конечно, не говорю о денежных призах, которые мы разыгрывали на голосовании за видеоотзывы. Вот, но вот именно такого вот iPhone мы давно хотели разыграть, и вот разыграли. Но кто знает, что будет впереди, что-то, наверное, интересное еще. Следом пришла у нас новость о некотором изменении в способах оплаты, изменении положительном. Смотрите, вот таким образом они сейчас выглядят. Ну, если говорить об основных, вот они рекомендованные способы оплаты. И сюда у нас наконец-то вернулись Яндекс.Деньги. Это очень популярный способ оплаты для стран, ну, в первую очередь для России и каких-то стран СНГ еще. Плюс в Киеве также некоторое время там не работали, были переналадки, перенастройки у единого кошелька. Сейчас все включилось. Вебмания рублевый способ оплаты, к сожалению, был недоступен и, по-моему, недоступен и сейчас еще, но он и не пользовался большим спросом, но зато у нас есть возможность принимать WMZ, то есть долларовый эквивалент. И вот теперь такая вот сеточка со способами оплаты. Они же, соответственно, рекомендованы именно для того региона, из которого вы их смотрите. Если вы зайдете, если вы ходите другой стороны, здесь будет другой набор рекомендованных способов оплаты. Вот он у меня здесь сейчас такой для России. Что касается, ну, всех остальных стран, все точно так же остается Visa, MasterCard, Paypal и вот Payza, PerfectMoney, SolidTrustPay, OkPay, банковские переводы в разных валютах. Все это, соответственно, доступно. Но хочется сказать о том, что провели мы сейчас переговоры с новым агрегатором, можно так его, наверное, назвать, называется Passion, и получили добро на сотрудничество как раз в направлении пополнения кошельков WalletOne с помощью, ну, практически огромного количества способов, которые популярны в различных странах. И вот я как раз открыл страничку у партнеров компании Passion. Можно посмотреть, да, какие способы здесь присутствуют. Это и PaySafeCard, и SoftwareBanking, и TrustPay, и HeroPay. Ну, в общем, для тех, кто может быть... для вас, может быть, они ничего не говорят, эти названия, но это действительно популярные способы в своих странах. Это Европа, соответственно, это Латинская Америка, это Средний Восток, и, соответственно, Азиатский регион уже идет. Вот, то есть здесь, ну, огромное количество удобных на местном уровне способов оплаты. Ну, наверное, примерно так же, как, например, Яндекс.Деньги и Киви, вот, удобно нам здесь с вами. А им удобно что-то вот, вот, даже некоторые названия невозможно выговорить, но вот они, соответственно, там им удобно. И все это в скором времени мы настроим, и можно будет с помощью всех этих способов оплаты производить платежи в личном кабинете. Ну, а в связи с тем, что у нас сейчас грядет, наконец-то, мультиязычность, действительно, такая большая мультиязычность на сайте, о ней мы сегодня поговорим чуть ближе к завершению конференции, там будет мне что вам рассказать интересного. Ну, то есть вот в связи с этим, конечно, способы оплаты местного значения, они очень-очень весомую пользу нам с вами принесут. Вот. Знаете об этом, и как только это будет доступно, мы, безусловно, вам расскажем. Так, смотрите, пойдемте дальше. Дальше. За вот эти два месяца у нас два топ-10, два рейтинга топ-10 за январь и за февраль были подведены итоги по ним, и я хочу отметить еще раз, хоть мы и публиковали в группах, но эти имена наших лидеров хочу зафиксировать. Соответственно, за январь топ-10 лучших фандрайзеров выглядело следующим образом. Вот списочек перед вами. Ну, я зачитаю первых трех. Это Артем Плешков с результатом 25 благотворителей, Рома Сатабаги с результатом 10 благотворителей, и Ирина Агапова, соответственно, тоже 10 благотворителей. В данном случае их расположение на пьедестале решили уже непосредственно зарегистрированные пользователи, волонтеры. Ну, кто-то говорил, что, может быть, это не совсем справедливо, но по другим показателям не было возможности вас различить, поэтому вот таким образом. 300-200-100 долларов получили эти люди в соответствии с занятыми местами, и далее 7 человек, которых вы видите вот здесь ниже, получили вознаграждение в размере бесплатного подключения бизнес-автомат услуги на один месяц. Соответственно, в феврале месяце у нас вот такие были лидеры зафиксированы. Кристина Минкина с результатом 14 благотворителей на первом месте, Артем Плешков 12 благотворителей на втором месте, и УМЕД Декханов с результатом 8 благотворителей. По-моему, это первый раз, когда УМЕД появился у нас в тройке призеров. Поздравляю вас. На третьем месте. Призы, соответственно, те же самые. Вот все эти лица мы с вами видим. Кстати, очень приятно, что, если раньше мы часто наблюдали много иностранных участников, то сейчас наши российские граждане, ну и граждане соседних республик взяли правление в свои руки и очень часто топ заполнен именно вот нашими соотечественниками. Так держать, друзья? Ну, единственное, только хотелось бы вам пожелать побольше в цифрах благотворителей, да, чтобы результаты были весоми. Идем вперед. Вот такую информацию хочу вам еще раз рассказать. Она у нас называется Landing Page. Недавно все вы имели возможность получить информационную рассылочку. Кстати, вот пока вспомнил про информационную рассылку. Сегодня перед конференцией мы по традиции делали email-рассылочку тем, кто подписан на анонс вебинаров, но вот я по отчетам системы отправки увидел, что многие письма попали в ящик спам. То есть вы могли их не увидеть во входящих, но тем не менее они у вас находятся в почте и находятся в папке спам. Я вас очень попрошу зайти в свою почту, особенно на Mail.ru. Ну, это, наверное, только Mail.ru и касается. Если вы там Яндексом или Гуглом пользуетесь, то, наверное, они во входящие вам пришли. А если на Mail.ru, то обязательно зайдите в свой почтовый ящик на сервере Mail.ru и зайдите в папку спам. Если увидите там письмо с приглашением на новостную конференцию сегодняшнюю, то отметьте его как не спам. Это будет очень позитивно для того, чтобы в последующем письма не попадали в спам. А вообще ящиком Mail.ru для бизнеса пользоваться не рекомендую. Лучше всего Gmail или Яндекс, если вам это нравится. Ладно, окей, пойдемте посмотрим лендинг еще раз. Сказал, я делал рассылку, кто-то подумал, что действительно что-то новое по лендингам появилось. Но это была рассылка для всех именно о нашем первом лендинг-пейдж, который мы запустили в начале 2017 года для вас. И он для многих действительно новый, просто потому, что мы в какой-то странной причине забыли вас об этом оповестить. Ну, а может быть, причина была и не странная, может быть, она все-таки была действительно весомая. Потому что наши техники еще не до конца доделали возможность продления лендингов. И вот как только мы это сделали, соответственно, уже решили, что да, пора повесить, что все готово и можно пользоваться. Хотя пользоваться, конечно, можно было и раньше. Раздел с лендинг-пейдж появился у вас уже несколько недель, а может даже и месяцев назад. Смотрите, да, вот такой у нас лендинг. Так, здесь все красиво. Я не на весь экран сейчас раскрыл браузер, просто потому, что он не поместится у вас сейчас с презентацией, но он на самом деле больше. Вот, у себя на сайтах, на страницах вы это все можете посмотреть. О, какие интересные циферки, да? 8, 8, 9, 9, 8, 8. Кстати, интересно, кто-то застал цифру 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ну да ладно, вот скоро будет 900, а дальше миллион, вот это будет намного интереснее. Итак, видите, да, то, что все здесь интересно крутится, реагирует на наведение, откуда-то что-то вылетает, можно почитать отзывы реальных участников, вот, причем и на русском, и на английском языках. Это все работает, вот здесь есть переключение, я не буду пока переключать. Дальше здесь есть интересное описание, ну, с достаточно простыми словами о том, что это вообще такое, как это работает и для чего это, ну, может быть интересно кому-то. Здесь есть видеопрезентации, которые можно кликнуть, посмотреть. Здесь есть интересные видеозаставочки. Почему-то меня тормозит, не понимаю. Так, ну, соответственно, три шага, куда без них. И вот интересный калькулятор очень, который достаточно умный. Здесь меняется описание в зависимости от того, что вы поставите здесь, да, здесь пересчитываются цифры, и можно, в принципе, предположить свой доход в зависимости от того, скольким людям вы видите в себе силы передать благотворительную стаффету за такой период, как один год. Это огромный срок, и, в принципе, вы, конечно, можете там и десяток поставить, но больше мы не стали делать, чтобы не пугать цифрами, хотя вы прекрасно понимаете, что цифры здесь абсолютно реальные. Вот, ну, и можете там по минимуму поставить на своих приглашенных, да, можете даже по одному поставить. Вот, даже при этом и то там 500 долларов, да, хотя чем больше каждый из ваших партнеров осилит приглашений за один год, тем круче будет ваш доход, и тем эффективнее будет ваша фандрайзинговая деятельность. Ну, а здесь можете почитать все это дело. Обязательно рекомендую, этот калькулятор отладили, скоро он, наверное, появится и на нашем официальном сайте. Ну, соответственно, дети, которым мы уже помогли, с информацией по каждому ребенку, по сумме, по диагнозу. Здесь видео по фонду, которое также можно открыть, посмотреть. Ну, и там же еще некоторые видеопрезентации с идеей проекта будут. Форма регистрации. Гарантии успеха. Целых шесть здесь их есть. Здесь наши с вами достижения, которые синхронны с сайтом. И отзывы участников. Сверху были, соответственно, текстовые отзывы. Здесь у нас видеоотзывы реальных участников, наши партнеры. Ну, и ваша информация как об информационном спонсоре. Ну, и точно так же здесь уже финализирует форма регистрации, красивая анимированная видеозаставочка. В общем, положительные эмоции останутся у ваших посетителей, которых вы пригласите на этот лендинг. И давайте посмотрим, что важно у нас в странице управления лендинг-пейдж может быть. Ну, у меня уже создан лендинг-пейдж. Если у вас он не создан, то, соответственно, его достаточно выбрать. Выбрать можно пока что только один. И создать его, оплатив на определенный период. Кроме того, если вы попали под акцию... Давайте вспомним, под какую именно акцию вы можете попасть. Так, как нам это вспомнить? Нам надо перейти в новости. Вот, смотрите, да, мы тут недавно писали как раз... Писали, писали, писали... Нет, а что-то не здесь мы писали. Наверное, мы в группе ВКонтакте это писали, да. Почему-то еще не опубликовали. Речь шла вот об этом. Так, друзья, где это? Вот оно. Вот такая картиночка, соответственно, всех, кто оказывает финансовую помощь. Она неотъемлемой частью странички оказания помощи является. Поэтому все вы видите, что можно получить в подарок 5000 рублей на рекламу в Surferner. И то, что, в общем-то, за эти 5000 рублей вы сможете там рекламировать. Это новый фирменный лендинг-пейдж. Речь как раз и идет об этом лендинг-пейдж, который здесь. Он, соответственно, после оказания помощи у каждого партнера уже, получается, активирован бесплатно на один месяц. И за этот месяц он его может использовать как угодно. К нему можно привязать уникальную ссылку, если, соответственно, вас не устраивает вот такая вот ссылка, которая автоматически создается, состоит из вашего логина и основного домена income24.biz. Ну, когда вы привязываете уникальную ссылочку, если она у вас имеется, если не имеется, ее можно, соответственно, создать в разделе услуги уникальной ссылки. Вот она, кстати, тоже бесплатно вам выдается после оказания помощи. И привязать ее к лендингу. В таком случае переход по ней будет у вас работать на лендинг-пейдж. Важно следить за активностью, потому что активность, соответственно, вами оплачивается на определенный период. Давайте посмотрим на тарифы. Вот если мы перейдем на продлить активность, то вот тарифы будут перед вами. Они достаточно лояльные и практически невесомые. То есть если за один месяц это самая дорогая цена, 5 долларов, то при оплате одновременно на год у вас получится всего 2 доллара в месяц. То есть за 24 доллара вы себе подключаете этот лендинг-пейдж и целый год им пользуетесь. И он у вас замечательно работает, обновляется, если там что-то будет обновляться. А оно там будет обновляться, потому что, опять же, мультиязычность у нас с вами сейчас появляется. И в ближайшее время там появится целых 8 языков. Опять же, чуть попозже об этом сейчас поговорим. И будет все очень здорово. Так, что хочется еще по поводу лендинга. Значит, смотрите внимательно по поводу активности. Пока что не настроены никакие уведомления об ее истечении. Это может сыграть с вами злую шутку, потому что, если вы не уследите за активностью, например, у вас был бесплатный лендинг-пейдж, вы им активно пользовались, да, и вот разместили там ссылки где-то в интернете, делаете рекламную кампанию, и вдруг эта активность истекла. Дело в том, что вот эта ссылочка, она продолжит работать, но она перестанет быть вашей личной реферальной ссылкой. То есть все переходы по ней будут засчитываться как совершенно без чего-то приглашения. И все клиенты будут попадать в распределение по услуге бизнес-автомат. То есть не вам. Вы будете терять потенциальных клиентов. Поэтому всегда смотрите, чтобы статус лендинг-пейдж у вас был активен. Ну, а мы, конечно, с твоей стороны сейчас постараемся как можно быстрее сделать все-таки такие уведомления, чтобы забывчивые товарищи у нас не пропустили мимо своего счастья. Не отдали его кому-то, кто подключил бизнес-автомат, да. Вот. Но такие все равно будут, да, поэтому бизнес-автомат актуален. Так, второй лендинг пока еще не готов. Вот. Оттачиваем все на нашем первом лендинг-пейже. Как только сейчас мы его полностью отполируем, сделаем, поставим языки, уже займемся и другими вариантами лендинг-пейдж. Это, в общем-то, бесконечная такая интересная работа, которая будет у нас постоянно развиваться. Ну, давайте уже ближе к той самой мультиязычности. Не знаю, заметили ли вы или нет, но на официальном канале YouTube методично появляются у нас с вами новые языки. Вот давайте я вас сейчас даже спрашиваю. Вот напишите. Так, напишите, пожалуйста, кто заметил, что уже презентации на различных языках, которых раньше не было, у нас с вами стали доступны. Я пока прокомментирую то, что... Вот Александр Сергеевич пишет, что можно использовать рассылку сообщений от группы ВКонтакте. Не все так просто, Александр. Там можно, конечно, просто использовать подписку на новости группы, но вот не все подписываются, к сожалению. Да, если вы подписались, то вам придет оповещение. Если не подписались, то, увы, пока вы туда не посмотрите, оно не придет. А рассылать многочисленным тысячам подписчиков группы ВКонтакте, к сожалению, не разрешает. Просто так. И спам там намного жестче. Так, окей, сейчас об этом не говорим. Но, в общем, я попросил вас написать. Вы пока пишите, я потом посмотрю. В то время я, соответственно, скажу вам то, что, смотрите, появились у нас... Так, вот здесь я обновлю, может быть... А, нет. В общем, в процессе, в процессе сейчас у нас публикация всех презентаций на восьми языках. Если у нас русский и английский, они у нас уже были. Недавно появились, как вы помните, итальянский и французский языки. То сейчас у нас добавились еще и немецкий, испанский, португальский и китайский язык. Но кому интересно посмотреть, как это выглядит на китайском языке. Вот давайте включим, да? Я звук не обещаю, что будет сейчас слышен, но... Наверное, здесь это не очень заметно, а вот в презентациях, соответственно, с сертификатами, там все фразы даже уже идут именно на китайском, ну и на соответствующих языках. Здесь у нас еще необходимо добавить две презентации, а может даже одну, и их тоже будет восемь. Соответственно, это произойдет вот со дня на день, все материалы у нас уже имеются. И следом, для того, чтобы ускорить процесс интеграции мультиязычности на наш сайт, мы не будем ждать, пока мы завершим там все контентные правки, дополнения и переводы сайта на различные языки, мы сделаем вот следующим образом. То есть, когда человек будет, посетитель, неважно с какой стороны он зашел, да, у него там либо русский, либо английский язык есть на выбор, ну, зайти он зайдет, презентация ему откроется. И вот автоматически, соответственно, у него будет внизу выбран тот язык, на котором она автоматически открылась. То есть, если это русский, то она на русском откроется, английский на английском. Но у него будет возможность переключить самостоятельно язык на тот, в соответствии с которым ему будет понятнее смотреть эту видеопрезентацию. Здесь очень качественные озвучки реальных дикторов-носителей языка. Это не какие-то там переводчики. Все очень четко, все очень профессионально. И работать с ними будет вам одно удовольствие. К слову, вы уже можете использовать их, можете заходить на официальный канал, брать тот или иной язык. И если вам не терпится, пока они появятся у нас на сайте и в разделе рекламные материалы для скачивания, можете скачивать оттуда. Но появятся они должны на этой неделе появиться. Поэтому ожидайте. Значит, очень хорошая новость. И как только это сделается, то же самое появится и на сайтах лендинг-пейдж. То есть на ваших лендинг-пейдж. Кроме того, в первую очередь, могу вам сказать, будет переводиться контент лендинг-пейдж. У нас уже есть несколько переводов на соответствующие языки. Я думаю, тоже там до конца недели они у нас появятся все. И еще за некоторое время наши техники их установят. То есть лендинг-пейдж будет иметь несколько языковых версий. То есть не только русскую, английскую, а все восемь языков, которые здесь есть. Еще раз их перечислю. Это русский, английский, итальянский, французский, немецкий, испанский, португальский и китайский. Но это охватывает очень большую часть населения земного шара. Впрочем, не полную часть. У нас есть еще несколько популярных языков. Но они будут переводиться уже во вторую очередь. Вот такая новость. А я пока посмотрю, кто тут писал. Вот Андрей Ломовцев, говорит, заметил. А, партнер, говорит, есть из Италии. Замечательно. Так, Татьяну интересует, когда мультиязычность будет на самом сайте, чтобы человек к любой стороны зашел и мог почитать. Да, ну я, по-моему, ответил сейчас в процессе на ваш вопрос. То, что в первую очередь у нас будет именно это. Дальше будет переводиться лендинг-пейдж. А дальше будет переводиться еще и основной сайт. Потому что мы хотим туда внести сразу еще некоторые дополнения и улучшения, которые очень давно напрашиваются. Ладно, идем дальше. Дальше у нас речь пойдет о нашем партнере рекламном, Surferner. Не буду сейчас вам даже рассказывать, что это такое. Вы все прекрасно знаете. Можете полистать лендинг. Хочу вам сказать только то, что есть сейчас интересная возможность. Ну, скажу две вещи. То, что, смотрите, друзья, очень бурными темпами здесь увеличивается количество пользователей. А пользователи – это зрители, да, зрители вашей рекламы. Соответственно, больше, чем на тысячу человек каждый день пополняется. И в настоящий момент уже почти 800 тысяч зрителей активных, потенциальных, ваших клиентов. И в онлайне, вот прямо сейчас, да, там вот остановилось, сейчас обновлю, обновлю, чтобы посмотреть актуальные данные. Вот они, да. 19 300 человек. Это почти 20 тысяч пользователей в онлайне. Такого, ну, практически никогда не было. Раньше там было 10 тысяч, и то считалось очень крутым, да. Сейчас 19 тысяч новичков. Ну, может, не совсем там новичков, но, в общем, 19 тысяч – это очень много. И вот реклама почти по 150 тысяч показов каждый час здесь идет. Среди них есть показы и наших пользователей. Вот, а за сутки вы можете объять и вовсе 50 тысяч уникальных зрителей. И каждый день среди них появляются новички, и, соответственно, они тоже уникальны. Поэтому, ну, можно рассчитывать где-то на 100-150 тысяч в месяц человек, которым вы можете очень даже миролюбиво преподнести информацию о своей компании. Вот, для того, чтобы сделать вам это было проще, я хочу для вас еще раз вот эту вот акцию, которая сейчас есть на Surferner. То есть вы знаете, что у нас можно получить промокод на 5000 рублей, оказав финансовую помощь. Но дополнительно к этому я всем рекомендую зайти сейчас в Surferner, если вы этого еще не делали, конечно, в период проведения акции, вдруг не знаете, и получить промокод на 1000 рублей. Акция эта будет действовать до 31 марта. Продлили ее, она, по-моему, до сегодняшнего дня была. Вот, и продлили до конца марта. То есть для этого нужно просто войти в личный кабинет Surferner, если вы там зарегистрированы. Если не зарегистрированы, просто зарегистрироваться в Surferner, и сразу 1000 рублей промокод у вас будет. Далее, соответственно, вы выполняете баланс на 1000 рублей, и сверху промокод вам дает еще 1000. То есть таким образом у вас будет скидка фактически 50% на рекламу. Это очень круто. И за 2000 рублей, ну, можно посмотреть вот по калькулятору, да, сколько мы сможем тут, если 250 на 5000, ну, 4, это 40 тысяч, да, по-моему, получается. Да, вот 40 тысячам вы сможете показать свою рекламу. И еще даже бонус у вас будет. Ну, вот такая интересная промо-акция. Но, на самом деле, про Surferner я сказал не только из-за этой промо-акции, а вот из-за этого. Смотрите. Параллельно мы сейчас делаем еще и обновленные баннеры. Потому что вот этот баннер, который вы могли наблюдать уже достаточно долгие годы, как-то мы не занимались этим, но пришло вдохновение вместе с Landing Page, и начали мы разработку новых баннеров. И вот, смотрите, на сегодняшний день в базе знаний, вы знаете, где находится база знаний, да, если вдруг не знаете, то в личном кабинете на аватарку Наводите, там есть выпадающий список базы знаний. Ну, или wholeworld.info. Адрес у нее такой. Соответственно, дальше рекламные материалы, рекламные баннеры. Ну, можно здесь написать, если вдруг не хотите искать. Вот, рекламные баннеры написали, нашли, перешли сюда. Вот. И здесь у нас будет полный ассортимент рекламных баннеров, которые будут доступны. Сегодня я просто попросил выложить вот первые несколько баннеров, которые есть до конференции, чтобы мне просто вам показать. На самом деле баннеров будет много различных. и различных размеров в том числе. Смотрите. Ну, вот такие пару красивых баннеров. Это баннеры одной тематики, просто разного, в разном стиле, причем с разными эффектами, да. Вот есть, допустим, анимированные, у них кнопка анимирована. Здесь просто есть картинки, да, у них ничего не анимировано. Здесь баннеры другого размера, тоже той же тематики, с тем же текстом, но другого размера, анимированные, не анимированные. И дальше точно так же пошло. Все самые популярные размеры здесь будут представлены, в том числе вот такие баннеры 728 на 90, которые очень хорошо подходят именно для размещения в Surferner идеально. Они могут быть анимированные, но они будут дороже стоить в Surferner. Они могут быть статичные, ну и в принципе можете вы отсюда просто взять текст, вот такой, подсказка такая, да, и написать этим текстом объявление просто текстовое, даже если вы не хотите брать отсюда и может быть ходить подешевле сделать для себя рекламу в Surferner. Вот, здесь уже маленькие размеры пошли. Ну вот, таким образом отработан всего один баннер, да, баннер одного типа, и вот много-много-много разных размеров. Таких баннеров будет несколько. Возможно, как мне уже дизайнеры наши сказали, они появятся даже, может, в процессе конференции, а может и после нашей конференции. Давайте я обновлю сейчас, а вдруг они уже там появились. Вот, смотри, нет, пока не появились. Но, тем не менее, вот, чтобы вы знали, да, смотрите, потому что под баннером никаких кнопок для скачивания нету под каждым конкретно. Здесь можно скачать все сразу баннеры на эту тематику. И можно даже скачать PSD, то есть это исходники Photoshop для создания баннера иного формата. Ну вот, не знаю даже, правильно ли это или нет, но обсудим с дизайнерами. А то начнут, я знаю, начнут там с других проектов брать наши баннеры, себя перерабатывать. Вот не хочется, честно. Я бы, честно говоря, исходники убрал бы. Может, меня сейчас слышат дизайнеры и уберут их. Так, в общем-то, вот такая информация. То есть эти баннеры также появятся и в ваших личных кабинетах, когда мы их полностью здесь сейчас публикуем. Первое, нам просто проще публиковать их в базе знаний, и дальше уже мы техникам поставим задачу, чтобы они их внедрили в личный кабинет. Это немножко более трудоемкий и длительный процесс в условии большого количества задач, но знайте, что они в рекламных материалах будут. В том числе, вот сюда же мы перенесем и видеопрезентации все тоже дополнительно. Сделаем возможность прямо отсюда их скачивать, чтобы, может быть, кто-то из личного кабинета куда-то отсюда и так далее. Вот, такая информация. И, смотрите, самое интересное, вот только что я вам показал вот эти баннеры, и хочу сказать, что скоро мы запустим, как только эти баннеры будут уже официально опубликованы, ну, в принципе, они будут очень быстро опубликованы, мы запустим совместные рекламные кампании. Напомню вам, что это такое. Это, ну, близкая, в общем, по смыслу к бизнес-автомату услуга с той лишь разницей, что денежные средства, которые вы оплачиваете сюда, они тратятся на проведение рекламных кампаний. То есть, например, мы говорим, давайте реальный пример, да, вот вам четко скажу реальный пример. Ну, вот, допустим, берем тот красивый большой баннер, и мы говорим, что на сайте Surferner есть VIP-места. Да, да, то есть вы знаете, что вы можете, конечно, как рекламодатель размещать баннеры в ротации, там, они будут всплывать на любых сайтах, где, где, на которые ходят пользователи, у которых установлено расширение Surferner. Их много, да, их много тысяч, каждый день там бывают новые, и все это здорово. Но точно так же эти пользователи заходят и в свои личные кабинеты. Для чего они сейчас заходят? Ну, чтобы тут повалить, посмотреть данные, вывести средства свои, получить рейтинг, квалификацию бонусную, может быть, что-то там, структуру посмотреть, да, реферальную программу, статистику. В общем, много здесь всего интересного есть. И в том числе в личном кабинете есть VIP-места, то есть которые недоступны для рекламы, на которых недоступны для размещения обычным рекламодателям, обычным пользователям. То есть это вот это место, это боковой баннер, и это, ну, еще один боковой баннер, и здесь большой баннер снизу. Ну, вот видите, да, здесь даже есть наша реклама, она работает на бизнес-автомат в настоящее время. Вот, что я хочу сказать, что размещение здесь стоит очень немаленьких денег, поскольку имеет большущее количество просмотров ежедневно. И от этого баннера, ну, точно никуда не денешься. Вот, поэтому мы, например, говорим, что вот мы берем тот баннер, да, красивый, ставим его сюда, и он стоит неделю. Стоит это, ну, к примеру, там, 30 тысяч рублей, да, условно говоря. Или, может быть, больше, или, может быть, меньше, в зависимости от места размещения или срока. И мы берем в совместной рекламе, делаем такую рекламную кампанию и собираем на нее инвестиции. Например, по 300 рублей, да, вот 30 тысяч, а мы по 30 рублей берем у 100 человек и говорим, что вот вы 100 человек, которые скинулись по 300 рублей, запустили, таким образом, совместную рекламную кампанию на площадке Surferner. И результаты этой рекламной кампании будут поровну распределены между вами. То есть все регистрации, которые будут получены от данного баннера, будут распределены между этими 100 людьми. Ну, в течение того времени, когда этот баннер работает, да. Дальше рекламная кампания, соответственно, закрывается, все, доступна какая-то другая, новая, ну, и, может быть, одновременно доступно много разных рекламных кампаний. Вот таким образом вы сможете получить то, чего не могут получить остальные пользователи. Ну, это, к примеру, Surferner, конечно, возможность совместной рекламы не ограничивается Surferner. Таким образом можно размещать рекламу где угодно, в каких угодно форматах и так далее, так далее. Ну, если, соответственно, только рекламная площадка эту рекламу одобряет. Surferner нашу рекламу одобряет. Поэтому здесь все хорошо. Вот об этом я вам хотел рассказать. И будьте готовы к мультиязычности, будьте готовы использовать баннеры. И будьте готовы все вот эти бонусы, соответственно, применить. Так, ну, да, тут можно долго спорить, всегда ли он эффективный, не всегда ли он эффективный, для чего он эффективнее, для чего нет, да. То есть и все будут по-своему правы, и те, кто скажет, что он очень эффективен, и те, кто скажет, что у него ничего не получилось, там, они все по-своему будут правы, да. Вот, мы не будем сейчас это обсуждать. Вот, есть особые методики, которые позволяют добиться высоких результатов. И их нужно, соответственно, изучать, их нужно понимать своей головой, и тогда все будет хорошо. Вот, те, кто там делает эту рекламу постоянно, те уже знают, как добиться высокой конверсии. Те, кто только начинают, конечно, будут набивать шишки. Вот, ну, чтобы этого не делать, смотрите, изучайте там обучающие материалы, инструкции, они там достаточно понятны. Так, а теперь, друзья, давайте, у нас осталось 5 минут, мы, во-первых, перейдем к ответам на ваши вопросы. Вот здесь вот я хочу, чтобы вы их писали сейчас, да, вот тут ваше обсуждение я, в принципе, прочитал. Ну, а теперь вы можете здесь задать свои вопросы, я их увижу и на них отвечу вам. А пока что по традиции у нас с вами будет розыгрыш призов. Давненько мы этого не делали, но на каждом нашем вебинаре мы этим делом приятным занимаемся. Поэтому я сейчас даю вам специальную ссылочку на регистрацию в розыгрыше призов. И после того, как, соответственно, вы это... Смотрите, я ее даю вот здесь вот. Пишу ссылку на регистрацию в розыгрыше призов. И отправляю, так, на всякий случай, скопирую, вдруг ВКонтакте за спам ее примет. Нет, не принял. Все окей. Значит, переходите, друзья, по этой ссылочке. И после этого, если вы уже авторизованы в личном кабинете World, регистрация произойдет автоматически. Если вы не авторизованы, вам нужно будет авторизоваться, то есть войти в личный кабинет. И дальше, по идее, вы должны попасть, опять же, на страницу регистрации. Если вдруг этого не произошло, еще раз перейдите по ссылочке после авторизации и точно попадете туда. Так, окей. Значит, регистрируемся буквально несколько минут, и после этого регистрация будет закрыта, и будет разыгран вот этот вот перечень призов, которые мы с вами здесь озвучили. Значит, сегодня мы разыграем три места в бизнес-автомате на один месяц, пять уникальных ссылок в зоне .ru и десять пятидолларовых пин-кодов. На сумму 250 долларов ни много ни мало. Все эти призы. Так, Ирина пишет, что заказала три дня назад уникальную ссылку, но до сих пор не активно. Ирина, я надеюсь, вы кому-то об этом написали в службу поддержки. Если же не написали, то обязательно сделайте это, потому что у нас есть служба поддержки. И все вот такие вот вопросы технического характера, ну и может быть даже не только технического, они решаются через службу поддержки. В личном кабинете внизу есть, а даже не внизу, в общем, и вверху есть помощь у вас. И в базе знаний есть помощь. Всегда можно найти контакт в службу поддержки. Описывайте свою ситуацию, и вам обязательно все помогут очень быстро. Здесь, к сожалению, пока это невозможно сделать. Так, я не вижу, друзья, ваших вопросов. Не знаю почему, может, вы их не задаете. Ну, давайте пойду посмотрю, как у вас идет регистрация на розыгрыш призов. Надеюсь, туда вы ссылочку увидели. Так, так, так. Да, регистрация у вас идет отлично, наверное, потому у вас никаких вопросов пока нет. Неудобно бегать с телефона с Ютуба в ВК. Согласен, наверное, да. Да. Так, когда будет опубликован видеоотзыв в кабинете, который опубликован на официальном Ютуб-канале? Татьяна, смотрите, тут какая ситуация. Видеоотзывы, которые вы нам присылаете, они проходят обработку нашими дизайнерами и переводчиками для того, чтобы они были полноценны с точки зрения публикации их на сайте. То есть, первое, они должны обработаться визуально, там добавится заставка должна к ним, да, дальше они заливаются на канал Ютуб, и дальше к ним добавляются уже субтитры с переводом. Как правило, время нужно именно на субтитры с перевода. Как только субтитры добавлены, мы публикуем этот отзыв на официальном сайте, и, соответственно, он там появляется, вы получаете свое заслуженное вознаграждение, и все довольны. Вот, поэтому, если ваш видеоотзыв уже появился на канале Ютуб, это означает, что очень скоро он появится и на официальном сайте. Так, вопросов пока не вижу. А вот мне тут уже дизайнеры говорят, что все хорошо, и отзывы там готовы. Ну, значит, скоро очень опубликуются, может, даже сегодня или завтра вы их там увидите. Окей, так, давайте следующим образом поступим. Я сейчас закрываю регистрацию. Смотрите. Да, Татьяна, вознаграждение будет сразу после публикации. Я вам сейчас даю ссылочку, по которой вы сможете увидеть результаты розыгрыша. Пока что их еще пока нету, этих результатов, но, перейдя по этой ссылке, вы увидите состав участников. Их на данный момент целых 46 человек зарегистрировалось. И вот приятно видеть ваши лица, друзья. Практически у всех загружены аватарки. Много новых, много знакомых. Очень-очень интересно. Так, я со своей стороны делаю следующее. Я сейчас закрываю регистрацию. Все, зарегистрироваться на розыгрыш больше нельзя. И я запускаю розыгрыш призов. А вот теперь розыгрыш успешно завершен. И мы открываем здесь наш, соответственно, лист с участниками. И смотрим, кто что выиграл. Ну вот, смотрите. Лидия Коломейцева, 5-долларовый пин-код. Александр Луценко уникальную ссылочку выиграл. Оскар Мамутов, 5-долларовый пин-код получает. Степан Душечкин, или Душечкин, 5-долларовый пин-код. Татьяна Лорошилова, 5-долларовый пин-код. Александр Вилкауско с 5-долларовый пин-код. Геннадий Шакалов, уникальную ссылочку. Андрей Полухин получает бизнес-автомат. Александр Евстигниев, 5-долларовый пин-код. Влад Никонов, 5-долларовый пин-код. Ермей Калькенов, пин-код. Валентина Шизина, пин-код. Антон Горностаев, уникальную ссылочку. Александр Макаров, бизнес-автомат. Владимир Фомин, уникальную ссылку. Антон Анкундимов, бизнес-автомат. Петр Минеев, уникальную ссылку. Елена Шерченкова, 5-долларовый пин-код. Таким образом, вот они все призы. И остальные, к сожалению, сегодня без выигрыша. Но эта возможность у вас будет еще неоднократно. Приходите на каждую нашу конференцию и участвуйте в розыгрыше призов. Вполне возможно, скоро, кстати, сюда добавятся еще некоторые призы, потому что у нас с вами появились лендинги, да, и даже промо-коды по серферам. Все это можно добавить в интересный розыгрыш. Так, поздравляю призеров. И вижу, что тут Алексей нам написал, что вот плейлисты презентации на разных языках. Поэтому, чтобы долго не искать, если хотите, вот, например, берете видеопрезентации с сертификатом, клик, и вот они на тех языках, на которых они уже доступны. Здесь нет только португальского, потому что он в настоящий момент в работе. Но вы уже можете отсюда их брать. Если, соответственно, кликните почему-то к другому, вот, идея проекта, благотворительная стафета, бизнес-автомат. Вот четыре видеопрезентации у нас есть, они все подлежат переводу на все языки. Кстати, презентация идеи проекта и бизнес-автомат, они вот в настоящий момент только еще озвучиваются. Поэтому основные видеопрезентации уже есть, вот их можете брать, а эти в ожидании. Так, как пользоваться пятидилларовым пин-кодом, вы также можете найти в базе знаний. Зайдите, наберите там слово «пятидилларовый пин-код» и увидите инструкцию. Ну, а простыми словами скажу вам то, что с помощью пятидилларового пин-кода можно активировать аккаунт любого участника. Вот вам Алексей ссылочка на базу знаний дает. Там все это написано. Все, друзья. Значит, много информации. Запись этой конференции, безусловно, у нас будет. Она появится, да что там говорить, она уже есть. Она появится сразу после того, как мы завершим ее. И будет опубликована также в наших группах, на цельном канале YouTube и в новостях. А может быть, еще и раз ссылочку сделаем для того, чтобы тех, кто не присутствовал, снабдить этой информацией. Я напомню вам еще раз мою просьбу по поводу папки «Спам» в ваших ящиках Mail.ru. Зайдите на сайт Mail.ru, зайдите в ящик, посмотрите там письмецо. И, пожалуйста, поставьте, отметьте его как не спам, чтобы Mail.ru уже перестал думать, что это спам. Вот. Окей. Надеюсь на вашу поддержку. Ненадолго с вами прощаемся. Надеюсь, что вот как только все мои озвученные на этой конференции нововведения будут сделаны, мы с вами обязательно устроим очередные вебинары. Посмотрим на практике, как что работает, как что использовать, и получимся это делать. Во. А мне пришло пуш-уведомление о том, что прямая трансляция начнется прямо сейчас. Замечательно. Самое главное, вовремя. Очень вовремя. Так. Все, друзья. Очень рад был сегодня с вами этот час провести. Хорошего настроения получил много. Надеюсь, и вас зарядил позитивом. Поэтому всего вам доброго. Огромных вам успехов. И до скорых встреч. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...